Игра, известная далеко не один десяток лет, сочетающая различные военно-прикладные виды спорта. Щелковский городской парк культуры и отдыха стал центром притяжения отрядов юнормейцев и орлят Щелковского района. В преддверии Дня Великой Победы более 550 школьников приняли участие в военно-тактической игре «Зорница. Россия начинается с тебя». Это игра, в которую играли ваши родители. Это игра, в которую играли, я думаю, и ваши деды. Игра изменяется, меняется расположение точек, по которым вы сейчас пройдете этапов, но остается дух. Дух спортивный, дух патриотический. Тот дух, который, я думаю, сейчас зародился и живет в сердце каждого из вас. Игра проводится в рамках программы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» центром «Лесная сказка». При поддержке Комитета по образованию Щелковского района военной части 42-829, а также страйкбольного клуба 13-я сборная бригада. Значение этой игры, конечно, чтобы мы помнили, наверное, все-таки она посвящена очередной годовщине Великой Отечественной войны, победе Великой Отечественной войне. И чтобы ребята помнили об этой вехе нашей страны, чтобы такое испытание наша страна прошла. Это были жестокие, тяжелые годы. Ну и здесь, конечно, ребята учатся. Команда и дух у ребят вырабатывается. Ребята учатся работать в команде. Военный комиссариат взаимодействует и принимает участие во всех мероприятиях, которые проводит «Юнармия». Данная игра «Зарница», игра моего детства и, наверное, детства и наших родителей, она представляет огромный интерес, огромное патриотическое и моральное воспитание подрастающего поколения, подготовка к армии. В этом году больше вести конкурсы со стрельбой у нас. То есть не просто дети удерживают в руках оружие, собирают, разбирают, а еще и стреляют. В общем, конкурсы, именно такие, на эту тематику. То есть подготовка идет, конкретно, к армии. Здесь у ребят была возможность окунуться в настоящую боевую атмосферу, демонстрируя свои навыки как в теоретических конкурсах, так и в практических. Участникам предстояло пройти ряд испытаний, следуя по маршрутному листу. Строевые приемы, полоса препятствий, эвакуация раненого, боевая атака, минное поле, а также викторина и конкурс связистов. Всего же было представлено 16 рубежей. Ловкость и скорость, хорошая физическая подготовка, качества, необходимые в военно-тактической игре. И все же в работе в команде главными составляющими являются поддержка товарища, взаимовыручка. Стоит отметить, некоторые из юнормейцев прибыли на Зорницу в качестве помощников, как отряд из Фриановской средней школы номер 2 имени Бесчастного. Ребята работали на учебных точках, оказывая помощь в организации рубежей. Занимаемся всякими заданиями. Тут весело, можно что-нибудь увидеть и в чем-нибудь участвовать. Некоторые участники состязаний впервые на Зорнице, но есть и далеко не новички. Андрей вот уже в четвертый год участвует в военно-тактической игре, показывая весьма неплохие результаты. В прошлом году стал первым в состязаниях по поднятию туловища в положении лежа. Парень уже сегодня определился с выбором будущей профессии, мечтает стать летчиком. Привлекает меня то, что мы всей командой можем собираться и тем самым восполнять силы развития физически. Я в будущем собираюсь стать летчиком-испытательным, потому что я люблю летать на самолетах. В общекомандном зачете главный трофей состязаний достался команде юнормейцев из Сирковской средней школы. Но все же в этой игре нет проигравших. Главная цель Зорницы – патриотическое воспитание молодежи, в руках которой будущее. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».